В актовом зале Ивановской мэрии «Аншлаг» на общественное слушание по генеральному плану пришло столько неравнодушных, что многим из них попросту не хватило места. Администрация готовит редакцию главного градостроительного документа, который определит план развития областного центра на ближайшие пять лет. Большинство изменений касается изменения функциональных зон по заявкам правообладателей земельных участков, для того, чтобы они могли либо привести их в соответствии с фактическим использованием, либо более оптимально использовать свою землю. 7 августа – последний день, в который можно было подать властям свои предложения по изменениям в генплан. Этим правом воспользовались более 150 граждан. Все обращения рассматривает специальная комиссия. В конце месяца они будут отражены в итоговом документе. Также мы сегодня рассматриваем проект изменений правил землепользования и застройки. Там у нас появляется новая зона, G1.2 – зона смешанной застройки. Это индивидуальное жилищное строительство плюс малоэтажное. Урегулируем вопросы по парковкам, ужесточаем норму до 0,6 машин и места на квартиру. Большинство ивановцев пришли в мэрию, чтобы получить ответы на личные вопросы. Львиная доля связана с изменением зоны застройки. Жители частного сектора пытаются отстоять свое право на малоэтажную застройку и всеми силами стараются не допустить появления высоток по соседству. Третья южная и вторая южная сразу же в Залежневской. У нас есть сведения, что выделен участок для Феникса, строительной организации, на строительство 14-этажного дома. Жители этим возмущены и, обращаясь к Василию Ставцину, получили постоянные ответы, что разрешение на это строительство не выдавалось. Действительно, изначально там планировалось строительство 14-этажного дома, однако по итогам рассмотрения проекта архитектурной комиссии, дом согласован этажностью 9 этажей и разрешение на строительство выдается сегодня на этот дом. Жаловались жители и на так называемую зону комплексного и устойчивого развития территории. Сегодня мы заложены гипот, потому что мы не можем ни строить, ни реконструировать, ни продать те, кто хотят продать, потому что никто не будет вкладывать средства в недвижимость, подлежащую изъятия. Мы направляем многочисленные запросы и по этой теме вопрос находится на контроле. В администрации президента Российской Федерации, в областной администрации, в двух районных прокуратур города Иваново, в ОНФ и у полномочного представителя права президента. Сколько людей, столько и мнений. Власти должны услышать каждого. Представителей ТОСов, застройщиков, инвесторов, рядовых ивановцев. Окончательное решение примет Городская дума уже осенью. Максим Серебряков, Михаил Кенгуров, РТВ, Иваново.